О том, что аэропорт и его взлетно-посадочная полоса находятся в аварийном состоянии, на магнитке знали давно. Воздушные ворота, вторые по величине после Челябинска, в последнее время стали крохотной калиткой, куда могли залетать только малые воздушные суда. Да. Реконструкцию необходимо было начинать давно, и даже не пять лет назад, а гораздо раньше. Наверное, с началом перестройки политической системы, при которой человеческая жизнь в грош не ставилась. Но начали только сейчас, когда появились первые признаки экономической стабильности, поднакачали мускулы, накопили сил и средств. Эти кадры были сняты весной нынешнего года во время визита в город Медалургов губернатора Челябинской области Вадима Соловьева. Это очень знаменательно, что первые же минуты и часы своего пребывания на магнитке Вадим Павлович посвятил проблеме реконструкции полосы. В разборе полетов принимали участие глава администрации Магнитогорска Виктор Аникушин, генеральный директор АО ММК Анатолий Стариков, руководство магнит-инвестстроя и промышленно-строительных предприятий города. Обновление полосы было доверено югославской фирме Union Engineering, представители которой на ваших экранах уже в деле. Если танцевать от печки, то мы начнем с того места, где взлетно-посадочную полосу решено было строить заново, то есть удлинять на несколько сотен метров. Сейчас работаем по графику сюда. Укатываем первый слой тампона на этот участок, пикет 24 до 26. А вперед, который видите дальше, снимаем черный зон и подготовим грунт за ПГС. Это слой гравия, который укладывается 15 сантиметров толщины. Это траншея, это дренаж. А за этой траншеей находится дождовая канализация. А где будет сигнализация, эти все приборы, провода, кабели? Кабели идут рядом, они за ним идут, а канализация за каждый участок, где свой отход. За несколько дней до начала работ здесь, в Магнитогорске, югославские специалисты сдали полосу в Кемерово. Переброс техники, еще с кемеровскими реквизитами, занял несколько суток. Даже дилетанту должно быть понятно, сколь интенсивно и плотно используются здесь механизмы. Укладка щебня, установка дренажных систем и сигнального комплекса – вся эта работа ведется в четком соответствии с технологическими требованиями. В октябре мы с вами распрощаемся? В октябре, наверное, будем закончить. Надеемся и потрудимся. Вы работали в разных городах России и мира, а вот как интересно вам у нас работает? Ну, разница небольшая. Я был в Кемеровской области, работал в Кемерово, в Новокузнецке и сейчас, на этот год, здесь. Люди везде хорошие, хотят все помочь. Здесь администрация, с которой сотрудничаем, она очень трудится и помогла нам много. Вас устраивает качество нашей щебенки, песка? Мы выбор этого материала делали 3-4 месяца. И выбрали то, что на этой территории самое лучшее из этих настоящих материалов и карьеров. В нашей фирме около полтора тысяч человек рабочих. И они, можно сказать, последних несколько годов работают, 90% из них работают на стройках в России. И только в нашей с вами области трудятся два крупных подразделения фирмы «Юнион Инжиниринг». Но в отличие от Челябинского аэропорта, где также обновляется взлетно-посадочная полоса и где для этих целей используется бетон местных предприятий, на магнитке решено было построить два мини-завода. Один на 50 кубов в час, второй в два раза мощнее. Сейчас они оба в работе. И первые кубы бетона легли в основании полосы ровно в 8 утра в понедельник 5 августа. Обилие людей на укладке бетона объясняется тем, что это первые метры полосы. И ответственность в начале любого дела у нормальных людей высока. Полосу смачивают, шлифуют, делают нарезку. Все это обусловлено технологией. По обеим сторонам уже выложенного бетоном участка также пойдут бетоноукладчики. По 4 от центральной оси, а всего 8. Темпы, с которыми трудятся Югославы, заказчика, а им является официально магнит-инвесстрой, могут устроить только в том случае, если в эти дни работы будут резко интенсифицированы. Иначе возможно отставание от графика. Кстати, наемные рабочие, жители магнитки, здесь зарабатывают по 4400 рублей в час. В выходные дни тариф двойной. Югославы зарабатывают намного меньше, но у них суточные по 25 долларов в день. Что, кстати, для среднеевропейского рабочего является суммой, прямо скажем, мизерной. По накалу, эта стройка мне напомнила знаменитые на ММК реконструкции коксовых батарей 7,8 бис. Это было в конце 70-х годов. Люди более старшего поколения могли бы провести аналогии со стройками первых пятилеток. Уже одно то, что мы способны на работу с такой степенью интенсивности, радует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!